Здравствуйте, Давид. Хочу поделиться нашими успехами после шестого сеанса. Прошла уже почти неделя и нас прорвало. Мы вчера были в гостях, там где бывали и ранее, и, наверное, первый раз все прошло без истерики на входе. Мы обычно заходим и она пытается убежать, плачет. Потом, конечно, заигрывалась, но вчера все прошло гладко, то есть она подумала, зашла в двери и пошла сразу смотреть, что там где-то интересного. И тут же, кстати, в комнате она увидела интересную подушечку, там с глазками была на кровати, она взяла и принесла мне. Показала мне, в глазки посмотрела, что, мол, вот какая интересная подушка. Потом принесла еще попугай, там была мягкая игрушка, тоже маме принесла. Вот, это было так неожиданно для нас. Также она начала играть с нами в мяч. Полюбила играть в мяч, но прямо вот нам его бросает. Ей нравится уж, когда ей бросают. Также со старшим сыном стали прыгать на скакалке, то есть мы с младшей Соней крутим скакалку, а старший муж, вот он, кстати, Даниил, он прыгает, налаживает контакт с Соней, потому что у них проблемы были с играми. Теперь у нас есть общая игра, что замечательно. Также Соня увидела на фото, наконец-то, на стене висели в рамочке фотографии. Она обычно, ну, сначала она их вообще не видела, потом рассматривала издалека, а недавно залезла на диван, чтобы достать, показала пальцем, что там, там был папа, вот, и говорю, да, это папа. Вот, еще из новенького, из хорошего, когда, говорю, идем купаться, она меня понимает, с радостью бежит уже в ванну. Не бей меня! Вот, бывает у нас еще деремся мы, к сожалению, у старшего брата можем бить. Ну, надеемся, что это скоро изменится. Еще пытается говорить мама, смотрит мне на рот и пытается проговорить мама. Получается что-то типа мапа, но прогресс налицо. Спасибо огромное, Давид. Успехи наши налицо. Надеемся, впереди больше. Будьте здоровы!